Всем привет, с вами Роман и это наш 198 выпуск Мире Моделизма. Сегодня я хотел бы показать вам вот такие вот две модели немецкого тактического разведчика Focke-Wulf 189 Уху. То есть с немецкого этот самолет назывался Уху, это Филин. Ну а наши балагуры прозвали его Рамой. Вот. Что могу сказать? Данный самолет начали разрабатывать еще в начале 1937 года. В 1938 совершил свой первый полет прототип. И с 1940 года этот разведчик начал приниматься на вооружение. Вот. Активно применялся во время ведения боевых действий на полях Великой Отечественной войны. Вот. На Советском фронте. Этот самолет, как видим, был двухбалочной конструкцией. Он был трехместный. У него было оборонительное вооружение, состоящее из двух пулеметов. На этот самолет ставились двигатели Аргус 410. Это такие же двигатели, которые ставились на самолеты Зибель 204. Вот. На Рада 96-й и на ранние Хеншели 129-й. Вот. Также были проекты, я не знаю, построили прототипы или нет. Когда пытались на базе этого же самолета создать штурмовик и создать ночной истребитель. Честно, манчасть этого самолета не вникал. Скажу одно. Самолет производился до 1944 года. Вот. Определенно количество этих самолетов попало трофеями в Советский Союз, где его тут же попытались скопировать. Создали свой подобный по конструкции, очень визуально похожий разведчик, который назывался Су-12. Вот. Применялись эти самолеты до самого окончания войны. Ну и даже после войны еще оставались на вооружении в Болгарии до самого конца 40-х годов. Или 48-го, или 49-го года. Вот. Самолет был довольно интересный. С интересной судьбой. Кому интересно более подробно разобраться касательно этого самолета, те заходим в интернет, читаем информацию. И по нему благо, что очень и очень много. Итак, обе модели в 72-м масштабе. Одна от фирмы Airfix, вторая модель от чешской фирмы Condor. Она же MPM, она же Special Hobby. Condor это дочернее предприятие Special Hobby. Под этой маркой выходят просто дешевые наборы, состоящие из обычного пластика, без смолы и фототравления. Сейчас будет коротенькая пауза, и я расскажу вам о каждом из этих наборов. Так что ждите, не отключайтесь. Итак, начнем мы с набора от фирмы Condor. Вот. Так уж получилось, что это сейчас один из самых доступных наборов. Его рыночная цена сейчас в районе полутора тысяч рублей. Вот. У него есть очень похожая по цене, ну, гораздо, скажем так, более приемлемая по качеству альтернатива. Это модель 189-го от фирмы ICM, но там уже ценник переваливает за 2000, поэтому покупать, я не знаю, есть ли его смысл, если, в принципе, этот набор неплохо собирается. Конечно, да, если вы купите его в варианте Special Hobby, там, где будет смола, отравление и прочее, там, да, там уже ценник будет далеко за двушку. Итак, что мы видим? Ну, вот такая вот коробка, где вот здесь у нас написано Condor, а с этой стороны написано Special Hobby. Вот такая вот обычная черная коробочка с боковой загрузкой. Итак, открываем, смотрим, что у нас лежит внутри. Кстати, по-моему, 189-й, еще кроме всего выше перечисленного, выпускала, кажется, или Italy, или Revel. Не помню точно, кто знает, напишите внизу в комментариях, будет интересно почитать. Итак, что мы видим? Инструкция, здесь несколько языков, и чешский, и английский, и немецкий, и французский, и русский отсутствуют. Вот здесь описывается самолет, так же даются его краткие характеристики. Так, далее у нас идет вот такая вот схема расположения деталей на литниках. Вот, вот такая вот цветовая схема с привязкой к краскам фирмы Hembrill. Ну, и дальше пошла схема окраски. Ой, фу, схема окраски, схема сборки. Так, вот так вот она у нас выглядит. Вот, и здесь мы видим вот два вида этого самолета, сверху и спереди. Ну, и в конце идет вот такая вот схема окраски, нанесения декалей, вроде как, на всего один вариант. В принципе, бедновато, но сойдет. Так, остекление. Ну, остекление, как всегда, у чехов, в принципе, более-менее хорошее. Видим, абсолютно прозрачное, качественное, без помутнений, с довольно четко проработанным, хорошо сделанным фонарем. Так, ну, и с этой стороны у нас находится декаль. Ну, видим, каракатинцы у нас, как всегда, даются разрезанными. Тут есть кое-какая техничка. Ну, в общем, деки всего на один вариант. Вот. Так, идем дальше. Тут у нас пластик. Ну, что мы видим по пластику? В принципе, стандартная чешская ЛНД. Местами кое-какие присутствует такой вот мелкий-мелкий облой. Каких-либо жестких утяжин, следово смещения пресс-форм здесь нет. Ну, опять же, стыкуемость, как всегда, у чехов очень непредсказуема. То есть, одни модели собираются очень хорошо, другие собрать практически невозможно. Расшивка вся аккуратная, внутренняя. Расшивка выполнена шикарно. Видим, тут кое-где даже клепка есть. Также, вот, видим, выполнены провисы полотна. Ну, вот. Створочки шасси видим, как сделаны. Ну, в общем, модель сделана, ну, так, визуально вроде неплохо. Хотя, опять же, мой опыт сборки чешских моделей показывает, что это только на первый взгляд. Она может быть неплохо, а внутри там может быть очень печально. Кстати, фирма Special Hobby выпускает все три модификации Кондора. О, это Кондора, говорю, Фуки Вульфа 189-го. Именно и в варианте разведчика, и в варианте истребителя, и в варианте штурмовика. Отличаются они только одним вот этим вот летничком, и летничком с прозрачными деталями. Так, следующий летник у нас тут, видим, вот в одном месте прям проступает след от толкателя. Вот, в остальном, в принципе, без нареканий. Тут мы видим, вот, в изобилии присутствует расшивка на нижних плоскостях. Колеса, видим, как выполнены. Очень сильно похожи на колеса от Юнкерса 87. Ну, и передней части наших двигателей Аргус. Так же, вот, лопасти воздушного винта. Движки здесь, ну, даются вот таким образом. Так, а с обратной стороны, а тут и показывать, в принципе, нечего. Тут единственное, что вот на хвостовая стойка шасси ставится сюда, и вот здесь вот дается ее внутренняя типа часть. Так, последний летничок. Здесь у нас элементы интерьера. Сама непосредственно кабина, где сидит экипаж. Ну, все абсолютно так же выполнено. Без каких-либо изысков. Все абсолютно точно так же. Видим. Тут придется, конечно, подолбаться, чтобы все это собрать, но... Почему бы и нет. Так же видим, вот, присутствует внутренняя проработка, но при этом при всем присутствуют следы оттолкателей. То есть, придется повозиться, чтобы их убрать. Итак, что могу сказать. Ну, наборчик, естественно, этот заслуживает внимания, но, опять же, если вы не фанат сборки ЛНД или никогда его не собирали, я бы, конечно, рекомендовал вам этот набор обойти стороной. И подкопить денег взять i7, либо взять что-то от Italrevel. Хотя, опять же, я не знаю, какое там качество набора. Кто собирал, обязательно внизу в комментариях напишите. Вот. Ну, либо уже взять Airfix. С ним, да, придется повозиться, но там хотя бы понятно, что это возможно собрать. Так, сейчас будет коротенькая пауза, и я покажу вам вторую модель 189-го Focke-Wulf. Так что ждите, не отключайтесь. Так, переходим к набору от фирмы Airfix. Ну, здесь видим вот такой вот бокс-артик, очень прикольный. Здесь, видим, у нас два варианта окраски дается. С этой стороны у нас описание самолета на нескольких языках. Русский среди них отсутствует. Видим, Made in India. Вот, ценник остался в 2012-м году. Эта модель стоила 81 гривну, то есть 10 долларов. Сейчас у нее цена переваливает за 20, к сожалению. То есть, стоит она примерно столько же, сколько и модель от фирмы Condor. Хотя, в некоторых моментах она ей проигрывает. Ну, да ладно. Так, длина модели 167 см, размах 255 мм состоит из 66 деталей. Вот, и здесь видим, у нас привязка к двум бортам. Так, сейчас откроем коробочку, глянем, что внутри. Так, инструкция. Ну, видим здесь описание самолета. Далее у нас тут расписаны меры предосторожности, идут условные обозначения. Ну, и тут сразу нас встречает схема сборки. Вот такая вот коротенькая. Ну, и дальше пошла схема окраски нанесения декалей на один немецкий борт и один словацкий борт. Вот, то есть, и в Венгрии, и в Словакии эти самолеты были на вооружении. Ну, короче, практически во всех странах, которые были союзницами Германии во Второй мировой войне. Так, декаль. Вот декаль, как обычно, у Airfix очень неплохая, с техничкой и со всем остальным. Но, видим, на немецкий вариант здесь отсутствуют каракатисы. То есть, придется их где-то искать, для того, чтобы сделать нашу модель более аутентичной. Так, тут пакет у нас с остеклением. Остекление, ну, примерно чуть-чуть хуже качеством, чем у Special Hobby, но тоже сойдет. В принципе, собрать реально. Тем более, что один мой коллега по хобби такую модель когда-то собрал, и у него очень неплохо вышло. Да, она нуждается в доработках, но, в принципе, модель неплоха. Итак, переходим к пластику. Ну, судя по всему, это Airfix где-то 70-х годов. Тут у нас, видим, в изобилии паровозная клепка. Ну, и также тоненькая, аккуратная внешняя расшивка. Здесь есть некоторая имитация провисов полотна на рулевых плоскостях. Вот, ну, в принципе, выглядит более-менее сносно. Следы оттолкателей только на невидимых местах, понимаем. Так, теперь верхняя часть крыла. Ну, выполнено все точно так же. Расшивка вроде бы полная, хотя, опять же, внешняя. Придется ее перерезать. Кстати, фиксерский пластик очень неплохо кроится иногда. Ну, все зависит от, видимо, партии, с которой этот пластик отлили. Потому что на одних моделях его почти невозможно перекроить, а на других, наоборот, хорошо кроится. Так, хвостовые балки. Вот так выглядят у нас. Далее у нас вот такой вот литник. Тут у нас сами двигатели. Ну, так вот даются. И корпус. Так, двигаемся дальше. Тут у нас воздушные винты. Движки передней части. И хвостовое оперение. Также вот это, вот это у нас створки шасси. Их придется дорабатывать в любом раскладе. Хотя нет, не придется. У нас отдельно вот это даются закрытые створки. Отдельно вот так вот выглядят открытые. То есть их можно будет вклеить целиком. То есть отдельно открасить. Вклеить. Ну, единственное, что придется их дорабатывать чуть-чуть. Чтобы они выглядели более реалистично. Одна из стоечек шасси отвалилась. Но это ничего страшного. Так. Далее у нас нижняя часть крыла. Вот такая вот. Здесь у нас некоторый намек на интерьер. Тут какие-то бомбы. Ну и сама балка хвостовая. Так. Ну и на втором литнике. Тут куча всякой мелочевки. Шасси. И вот опять же хвостовая балка. Также здесь у нас фигурки пилотов. Причем, кстати, пилоты неплохо даже сделаны. Ну, что могу сказать. Ввиду того, что модель от ICM реально дорога. Кондор и Итал достать почти нереально. Вот эта вот модель от Airfix остается самым доступным вариантом. Хотя, наверное, самым проигрывающим. По даже не качеству. По тому, когда эта модель была сделана. То есть, модель довольно старая. Собрать ее, безусловно, можно сделать из нее конфету. Тоже более чем реально. Продается у нее автомаркет. И самому дорабатывать тут можно ее без особых проблем. Вот. Твой вопрос. Хотите ли вы заморачиваться? Честно говоря, смотря сейчас на цены на вот этот вот набор. Я ловлю себя на мысли, что не стоит затраченных на него денег. Ну, вообще никак. Вот эта вот цена в 10 долларов, мне кажется, это наиболее адекватный ценник, который можно отдать за эту модель. Что ж, на этом наш ролик будет заканчиваться. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки под видео, если видео вам понравилось. Делитесь этим видео со своими друзьями. Также вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи. Всем пока.